Здравствуйте! Мы сегодня встречаемся с Виктором с Кузбасса. Наверное, угольщик, да? Да, я какой-то период времени проработал на шахте. На одной шахте в течение 38 лет. Какой-то! 30 лет! Ничего себе! Я 30 лет программирую, а вы 30 лет на какой-то шахте. Вышел я на заслуженный отпуск. Отдых, наверное, да. Отдых. В настоящее время я не работаю и решил поменять место жительства. Каким образом? Почему в Горячий Ключ? Видимо, хотели Сочи, может быть, там, не знаю, Таиланд, Пхукет там. Учитывая то, что мои родственники когда-то проживали в Ставропольском крае, станице Александрийская, где в настоящее время еще продолжают проживать моя двоюродная сестра, мои племянники, изначально я собирался перебраться жить в родные пенаты, где я был неоднократно и в 12 своих лет, и в 18, и в 30. Ну, все-таки Ставрополье, это 300 километров. Ставрополье. Одним словом, учитывая, что интернет – это великое дело, я совершенно случайно встретил человека, который меня, ну, наверное, вел на путь истинный. Не как Галина. В лице Бухальцевой Галины Гекиной. Именно она. А как вы с ней встретились? Она же блогов не ведет. Я думал, со мной встретились, но нет. Ошибка. Дело в том, что мир тесен, а из нашего города очень много людей приехало жить сюда. И вот этот человек, которого я хорошо знал ранее, с 2012 года, он меня познакомил с Галеной Милентьевной. Мы стали общаться, заочно, конечно, мы стали общаться по телефону. Очень много информации я получил о том, что есть условия более благоприятные для проживания. Одной из информаций, которая захватила меня – это температура воздуха. В июле месяце средняя месячная температура. 35 градусов, а что тут за моржи захватить? У вас точно такая же температура. Не 35, а ночью, наверное. Среднесуточная температура в июле месяце составляет 23 градуса. В чем я уже убедился на самом деле. Да, ночью порхладнее, да. И поэтому, ведь нельзя в преклонном возрасте менять, как то дерево, которое вырвешь с корнем и перенесешь куда-то в другое место. Если условия будут неблагоприятные и коренным образом отличаться от тех, где я проживал ранее… Ну, там континентальный климат. Очень тяжело. Ну, я решился пока еще. Мне здесь все нравится. Несколько дней я пробыл здесь. Отдыхаю. Вы три дня здесь, да, или сколько? Я приехал на отдых. Да, три дня. Меня встретили. Галина Милентинна встретила. Очень радушно, добродушно. Мы с ней поговорили. Поехали по окраинам города. После чего я пошел отдыхать после поездки. Вернувшись, проснувшись утром, мы опять встретились. Уже были более такие детальные ознакомления. Вы ищите дом или квартиру? Я хотел бы, пока я еще не остановился на конкретном выборе. Но те предложения, которые были сделаны мне… К аптекаймот. К аптекаймот. На самом деле это так. Да. Я еще ничего не выбрал. И мне надо вернуться в родные пенаты. Рассказать родственникам о том, куда бы я хотел, какие тут условия. И в конечном итоге я вернусь сюда. Но та встреча, которая была произведена с Галиной Милентинной, она оказала такое влияние на мой духовный мир, что я думаю, что в конечном итоге я все равно сюда приеду. Здесь очень большой выбор жилья, можно купить частную квартиру при наличии соответствующих денег, можно купить частную дом, вернее, или квартиру. Соответственно, одно-двух, это у кого какие средства и что они позволяют. Вообще строят очень много. Огромное количество строительных компаний, которые поставили свои башенные краны. Тренинг, по крайней мере, да. И они работают. Четыре... Не ошибиться бы. И они работают, а конкретизировать не будем. Ладно, понятно. Хорошо, один из вопросов, который интересует людей, это как не ошибиться. Вот как, вот не боитесь прожить вот здесь, ну, не знаю, там, год и потом раз, и обратно уехать в Кузбасс. Все зависит от того, какие планы у человека. Ну, у вас какие планы? Вы собираетесь чем заниматься? Рыбалкой, там, не знаю, дельтапланами, там, какие-то, на велосипеде. Приходит человек каждый день. Да, я думаю, что отдых – это великое дело для пенсионера. Почему? Потому что, ну, естественно, будут досуг проводить и в каких-то вышеуказанных вами аспектах. Но пока я еще особое внимание сейчас уделяю, конечно, походам. Очень красиво. Сегодня ходили мы на скалы. Группа подобралась, и я случайно прихватился вместе с ними. Вы же понимаете, о чем я говорю? Скалы – это то, что, ну, я считаю, что шедевры, которые я сегодня видел, не что иное. Если вот так вот визуально посмотреть, то высота этой скалы от ее верха… Скала-зеркала наверх, да? Да, скала-зеркала. А наверх поднимались? Поднимался выше. Это вы имеете в виду противоположная сторона с подъемом, где растут деревья? Да, да. Да, конечно, поднимался. Ну, стандартный маршрут, да. И в конечном итоге я посмотрел высота этой скалы порядка 50 метров, если мне не изменяет память. Так это визуально посмотрел. Очень круто, очень хорошо. Альпинисты позволяют себе, видимо, по канатам спуститься, написать свое имя. Да, есть такое. В традиции здесь был Вася или была Наташа. Ну, вообще дух захватывает. И вот этот альпинизм, меня, конечно, уже не склонить к этому, но, тем не менее, те кульпоходы, я думаю, что я найду стезю свою в данном регионе. У нас группа идет 3-го числа, вы 4-го уезжаете? И 4-го. А 3-го числа мы идем в горы. Куда? Сюда, на Ключевую. Поэтому я обращаюсь к тем, кто меня слышит и видит. Приезжайте, найдите Галину Милентиновну. Это от всей души, я говорю просто. Скромно. Да, фирма «Недвижимость» называется «Ла». Голубка. Не ласточка. Да, нет, ласточка – это то, что везет очень хорошо и быстро. А голубка – ласково. На этой счастливой ноте. Спасибо за интервью. Желаем всем успехов.